Казанский университет В КФУ традиционно начнется 20 июня. На новый учебный год в КФУ предусмотрено увеличение бюджетного набора. Студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова Зарина Мурзаерова удостоена титула «Минскромность» на международном конкурсе красоты «Жемчужина мира-2016». Победительница представила на суд жюри национальный таджикский танец. В набережные Челны привезут танк Т-34 из-под Санкт-Петербурга. Военную технику установят в Парке Победы. Летом ожидаются несколько редких астрономических явлений. В конце месяца полнолуние совпадет с июньским солнцестоянием. В июле на небе можно будет увидеть метеорные потоки Дельты-Аквариды, а в августе пройдет самый мощный метеорный поток. В школах и детсадах Казани введут меню «Халяль». Оно появится в столовых с нового учебного года. Хоккейный клуб «Акбарс» представил болельщикам своего нового москота персонажа-талисмана команды. Это по-прежнему белый барс, но теперь обновленный, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Акбарс». На фестивале Скорлупина-2016, который состоится 25 июня в селе Пестрицы, приготовят самую большую яичницу в Татарстане, а также состоится чемпионат по метанию яиц, яичный боулинг и многое другое. В этнографическом музее КФУ начала работа выставка об истории традиционной обуви у разных народов мира «Два сапога пара». В экспозиции самые яркие представители обувной традиции разных народов – и русские лапти, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли.